Автомобильная дорога федерального значения А-108, Московское Большое Кольцо, Большая Бетонка, Кольцевая Автомобильная Дорога Московской области, общая протяженность трассы составляет 564 км, проходит в Московской, Калужской и Владимирской областях, через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куравское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров. Притягивая производственно-складские и торговые мощности имеет особое региональное и местное значение, является важной транзитной дорогой, позволяющей в том числе обойти перегруженный Московский узел. Большая Бетонка основана на внешнем кольце Золотого Кольца ПВО. История в годы СССР Московское Большое Кольцо, как и Московское Малое Кольцо, была обозначена не на всех картах и дорожных атласах. Дороги, составляющие МБК, были сооружены в 1950-1960-х годах для удовлетворения военно-транспортных нужд противоракетной обороны Москвы. Они были из нескольких слоев бетонных плит, способных выдерживать вес многотонных ракетных тягачей. Информация об удобных проездах со временем распространилась среди местного населения и оба кольца стали дорогами общего пользования. Сначала де-факто, а в конце 1980-х годов в июле постепенно бетонные плиты покрыли асфальтом, однако в народном сознании кольца так и остались бетонками. В 1990 году была выпущена первая карта Московской области, а в 1991 году – первый атлас автодорог, где Московское Большое Кольцо было отмечено. До этого, в 1956 году главным управлением геодезии и картографии был выпущен путеводитель с картой «Подмосковье» торожом 0,1 миллиона КАЗ, с обозначенной большой бетонкой и отдельными участками малой развязки и организация движения из дорожных сооружений дороги выделяются. Развязка с Ярославским шоссеем, мосты над Озернинским водохранилищем и каналом имени Москвы, путепроводы над новым и южным направлениями Транссиба, асфальтобетонной и покрытие на преимущественной части трассы уложено поверх бетонных плит. Ширина проезжей части не менее 7 метров, участками до 15 метров. В своей северной части, в пределах Клинско-Дмитровской гряды дорога имеет более значительные продольные уклоны, нежели у радиальных трасс. Имеется ограничение по высоте транспортного средства. Контрольные металлические арки высотой 3,8 метров перед путепроводом Большого кольца МЖД в Ликини-Дулеве, высота которого над дорогой составляет 4,2 метра. Возможен объезд через оживленный переезд, увеличивающий путь на 5 километрах. Значительное ограничение по высоте имеется также в Балабанове. Автодорога проходит через путепровод под железнодорожными путями. В данном месте возможен проезд только легковых транспортных средств и микроавтобусов. Основные пересечения с другими дорогами. Перспективы по состоянию на 2014 год осуществляется строительство обходного участка дороги на востоке Московской области. Этот участок будет начинаться от трассы М7 в месте примыкания участка дороги северной трассы, проходить мостом над рекой Клязьмой, путепроводом над Горьковским направлением МЖД в восточнее Дрезны, развязкой с Носовихинским шоссею примыканием к нынешней трассе 4-мя километрами южнее Ликина-Дулева. Данный обход позволит убрать прохождение основного участка дороги через центры двух крупных городов области.